Добрый день, коллеги! В Москве 11 часов. И сегодня мы с вами начинаем традиционный вебинар. Темы очень интересные. И давайте мы с вами проведем наше время обычное тестирование. Те, кто меня видит, те, кто меня слышит, пожалуйста, ставьте соответствующее количество плюсов. Оборудование нуждается в дополнительной корректировке. Пожалуйста, поставьте плюсики, если вы меня видите и слышите. Приня Николаевна, вы меня только что видите или только слышите? Ой, Кира Сергеевна, прям... Очень приятно. Любовь Андреевна тоже. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, я очень рада всех видеть. И сегодняшнюю тему мы честно с организаторами ждали, что вы укажете в социальных сетях темы, которые были бы вам интересны с педагогической точки зрения. Вы нам ничего не подсказали, поэтому мы решили поговорить о еще одном направлении, без которого, к сожалению или к счастью, мы никак не можем обойтись. Вспоминая Сухомлинского, можно сказать, что самое трудное в работе с детьми – это работа с родителями. Мне тут нечего возразить, потому что действительно мы с вами имеем дело с людьми разными. И обратите, пожалуйста, внимание на первый слайд моей презентации, где мы набрали... Ведь наша презентация... Пожалуйста, еще одни плюсики поставьте. Потом сегодня без главного организатора, и я не очень уверена. Да, спасибо. Обратите, пожалуйста, внимание, мы поставили трех... У нас с вами трехстороннее сотрудничество получается, и это правильно. Дагог, может быть, был бы и счастлив работать только с ребенком, Но, к счастью, у ребенка помимо общественной части воспитания, есть еще воспитание семейное. Мы не можем его игнорировать, мы не можем уменьшать его значение. Поэтому первое, что я сделала, обозначила те функции, которые есть у участников воспитательно-образовательного процесса. То есть мы не можем пройти мимо родителей. Я сейчас не буду давать оценку родительскому сообществу, Ну, хотя бы уже потому, что родители, тоже люди, и они являются таким же срезом общественной жизни, того является и школа, и армия, и наше здравоохранение. То есть мы с вами можем сказать, что мы встречаем различные типы родителей, в том числе те, которые помогают своим детям, которые помогают дагогу в формировании творческой личности или в организации обучения. Ну, помощники, не просто помощники, а помощники разумные. Потому что все-таки давайте согласимся, и здесь это обозначено, у нас с вами разные роли. Мы выступаем с различных сторон, но, безусловно, и одна, другая сторона, должна действовать в интересах ребенка. Вопрос напрашивается здесь. Все-таки кто направляет интерес ребенка? С этой точки зрения, посмотрите, пожалуйста, у нас получается, что очень часто, действительно очень часто, инициатором творческого развития, в том числе творческого художественного развития, поступают родители. И у меня бы здесь вообще все устроило, если бы родители пытались навязать нам с вами и своим детям в первую очередь нечто неприемлемое. На слайде вы видите основные стили воспитания семейного. Я не стала выделять как отдельный стиль воспитания жестокий, потому что я так думаю, что все-таки это для педагогического сообщества не является чем-то вообще допустимым. Насилие к ребенку мы не применяем ни в коем случае. Но с этой точки зрения я хотела бы уточнить, что, например, Никола Поконини, которого мировое сообщество знает как величайшего исполнителя и не менее великого композитора, был как раз-таки в состоянии жестокого воспитания, и его отец заставлял заниматься на скрипке. Если мы вспомним Карла Брюлова, то часто болеющий мальчик тоже находился под всегдашним прессингом своего отца. Тем не менее, я как педагог, как мать и как бабушка не готова согласиться с авторитарным стилем руководства, хотя известная доля авторитаризма со стороны взрослых должна присутствовать. В чем это заключается? И мне бы хотелось, чтобы в своих взаимоотношениях с родителями мы эти моменты говорили. Посмотрите, пожалуйста, у нас в настоящее время с точки зрения развития детей, особенно в сфере платных услуг, мне появится достаточно широкий спектр самых разных предложений. Чем только не занимаемся. И обратите, пожалуйста, внимание, что очень часто дети к вам приходят, вы начинаете включать их в воспитательный, в образовательный процесс, и как только они доходят до первой неудачи, все, интерес у ребенка сразу пропадает. И вот здесь, с этой точки зрения, родители очень часто, там, при авторитаризме, при всей своей демократичности, очень часто проваливаются в либерализм. То есть, ты не хочешь, не занимайся. Давайте мы с вами все-таки на родительском собрании или в качестве некоего постулата все-таки давайте оговорим, что когда ребенок высказывает несогласие, когда он говорит о том, что он не хочет этим заниматься, первое, что мы выясняем, это, собственно, чем ты хочешь заниматься. Я хотела бы вам напомнить, что в свое время Николай Озеров, комментатор, комментируя по-моему матч суперсерии советских и канадских хоккеистов, там легкий подзатырник, некой назойливой девицы, а тот, что все время учится в своем фотоаппарате, выпрыгивала перед его комментаторской обидой, с задачей сделать какой-то суперсерии. Сказалось, что это представитель семейства Кеннеди, небезызвестная. И с этой точки зрения мне очень нравится американский подход, который говорит о том, что мы не настолько богаты, чтобы наши дети ничем не занимались. Поэтому первое, пожалуйста, давайте заменам. Но это и не конец. Второе, о чем мы с вами говорим, это я все говорю, пока вы изучаете силы воспитания в семье же, правильно? Мы должны обязательно выяснить, почему ты не хочешь, ты же хотел. Почему мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы сформировать у ребенка, у родителя, кстати, тоже, представление о том, что развитие, по большому счету, есть не тое преодоление. Иногда это преодоление собственной линии. Иногда это преодоление каких-то других препятствий. Давайте вспомним, что Михаил Васильевич Ломоносов должен был преодолеть вообще сумасшедшее расстояние. Даже сейчас полет на самолете из Москвы в Архангельск занимает почти два часа. А он бешком шел. Вот он что преодолел. И если мы сформируем у ребенка представление, что должно быть все всегда хорошо, все всегда легко, слушайте, мы профессионалы, мы понимаем, мы того сформируем. Человек, который будет проходить до первого препятствия, бросать, начинать ночь, и все будет повторяться то же самое. А на этом слайде я представила себе те родительские установки, установки негативные, с которыми приходится сталкиваться. Ну, даже не нам, скорее, мы сталкиваемся с последствиями, а приходится сталкиваться у ребенка. В этом случае мы с вами выступаем, должны выступить таким противовесом. Мне бы хотелось, и на самом деле я вижу даже в этом какую-то свою педагогическую миссию, эти установки вывесить. Но все равно родители, бабушки ожидают своих детей и имеют возможность познакомиться. Такое не живи. Это установка, которую, к сожалению, очень часто мы слышим. Вот если бы не ты. Ну, в общем, ребенок-то еще не донат. Не будь ребенком, это тогда происходит феномен сравнения ребенка с кем-то другим. Чаще взрослым. Что ты думаешь? Ты как маленький. Какой он? Если ему 4, 5, 6, да даже если ему 12 лет. Я уверена, что матери меня поддержит. Дочь лет... Ну, девочки действительно несколько раньше взрослые. Но в 20 лет сын еще не мужчина. И еще не со-взрослый человек. Ему еще тоже нужно расти. Другой вариант это как-то тратчика младенческое отношение. Ну, ты, 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 ты. Ты такой умолен. Ты, 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 ты. Ты тоже совершенно недопустима, потому что норма нашего развития постоянный рост. Достигать успеха, мне кажется, одной из наиболее неприятных установок, потому что формируется не гражданская позиция, а гражданская пассивность, как говорят, это то, что не совместим. Ты же, главное, прыгнешь. Нет. Прыгнешь. Вот Елена Исимбаева прыгает вообще выше многих голов. там, посмотрите, пожалуйста, вот это вот привыкает к другим, но послушайте, самое страшное наказание, которое есть в человеческом обществе, это наказание одиночества. Поэтому ребенок должен тянуться к другим, и мы, если мы не при, мы должны это поощрять. Теперь давайте посмотрим, что нам дает с этой точки зрения и что мы могли бы донести до родителей. Посмотрите, пожалуйста, в первую очередь все арт-терапевтические техники, мы говорили с вами об этом в русском сценарии, изначально были придуманы для того, чтобы иметь возможность человеку отвлечься от нитативных эмоций и возможность выплеснуть свои чувства. Вы видите, о чем мы здесь говорим. Я хотела бы обратить внимание на последний пункт. Два последних пункта. Потому что самое дорогое, чем родители могут наградить на рабочем месте, чем родители могут наградить ребенка, это делать что-то вместе с ним. Могут быть походы в театр, это могут быть совместные путешествия, но совместная деятельность в то время, когда вы, как взрослый, вы, как родитель, целиком и полностью принадлежите ребенку. И хобби. Всегда интересен взрослый человек, который чем-то занят. у каждого свои воспоминания, но люди, которые в своем детстве росли с бабушками или уколо с бабушками, наверняка помнят этот разговор и постоянное вязание чего-либо. Всегда привлекали внимание люди, которые создавали красоту, как француженки, салат и шляпку и скандал из ничего. Так из того, что большинство бы выбросило. И хобби это помимо того, что здорово и красиво, это на самом деле ресурс. Ресурс, который требуется взрослому человеку. И если мы вооружаем ребенка каким-то интересом, то значит мы профилактируем и одиночество, и депрессивные состояния в значительной мере. И заканчивая свою встречу с вами, посмотрите, что я сделала. Это, конечно, известная доля моего позитивного отношения, но родители очень часто приходят с какими-то ожиданиями. Их ожидания. Поэтому очень часто от такого преподавателя и начинают требовать то, что ему в общем совершенно не свойственно. Они хотят, чтобы мы учили детей, чтобы мы выступали в тех ролях, которые обозначены в правой колонке. А в левой колонке я обозначила то, чем собственно должен заниматься в рамках воспитательной образовательной работы преподаватель, учитель такого дополнительного образования. Я захожу в вопросы, которых нет. Если вдруг у вас появятся какие-то вопросы, мы по-прежнему открыты в социальных сетях и готовы ответить на любые вопросы совместно с компанией ФИО. В настоящий момент мы думаем о том, посоздать особие по организации дополнительных платных образовательных. Добрый день всем. Давайте мы продолжим наш вебинар. Меня зовут Ольга. Поставьте пожалуйста плюсики, если всем все слышно. Отлично. Так как я сейчас наверное новое лицо для вас еще раз представлюсь. Меня зовут Ольга. Я генеральный директор компании представительства ФИО Групп в России. Очень рада, что наш сегодняшний заключительный вебинар посвящен таким интересным темам с точки зрения детей. А сейчас мы перейдем с точки зрения продукта. Сегодня мы будем говорить про блину для лепки. Это наш коронный продукт. Один из самых основных. Это тот продукт, который мы любим больше всего, который больше всего продается по всему миру. его уникальность. На рынке существует много различных паст масла для лепки. Наша глина это все-таки в большей степени на основе натуральной глины. Сейчас специфика ФИО Группа основывается на том, что мы делаем продукт, который максимально безопасен для детей. То, что можно давать начиная с детского сада и дальше уже ребенок растет. И продукт растет вместе с ребенком. Вот это продукт уникальный, потому что с ним можно начинать лепить для детей с 3 лет и дальше взрослее. И при этом дальше это переходит в такое большое совместное творчество мам и детей. Как я уже сказала, здесь уникальный состав. Это натуральная глина, специальные улетучивающиеся полимеры. Продукт полностью безопасен для использования. Мы очень много внимания уделяем безопасности. максимально приближен к натуральному эффекту. Параллельно сейчас я говорю, как раз можно посмотреть вебинары, не вебинары, прощение, а ролики, которые идут. Это все мир лепки из глины на самом деле здесь безграничен, потому что здесь работают полностью ваши фантазии. До этого мы с вами обсуждали, что у нас есть масса для лепки. первая, когда мы развиваем мелкую моторику у ребят. Дальше мы уже переходим к более сложному моделированию в пластилине. Следующий этап это глина. Это то, что позволит поделку сделать уже полностью статичной и перманентной. Она затвердевает на воздухе, ее не нужно обжигать. Это то, что очень удобно как раз для использования просто дома. Засыхает в среднем один квадратный сантиметр в час, но все зависит опять-таки от толщины поделки, от ее глубины, то, что вы сделали. Она не растрескивается. Дальше начинается все самое интересное, потому что по готовой поделке можно ее разрисовывать, разукрашивать фломастерами, красками, всем чем угодно. На самом деле можно сверху на поделку из глины делать даже мелкие части из пластилина и у нас получается уникальная поделка. Мы проводим очень много, сейчас позднее будет подключиться Валерия, которая покажет практическое использование глины. Сейчас просто именно про сам состав. То, что вы видите, идет фоном. Это наше добавление. Глину мы производим уже ой, как приятно видеть комментарии. Глину мы производим уже на самом деле больше 40 лет. Состав уникальный нас пытаются копировать, но мы тоже совершенствуемся. Постоянно добавляем изменения в формуле для того, чтобы она стала еще более безопасной и еще удобной с работой. В этом году у нас появился такой замечательный медиум для глины с идеей МИС. Выглядит он вот таким вот сейчас я пойму где он на камеру. Вот. Выглядит он вот таким образом. Это небольшой медиум, который доступен в шести разных цветах. У меня в банке желтого цвета. Дальше как раз как видно на ролике его можно вмешивать в глину. Важное замечание, что так как мы все-таки один крупный производитель, вмешивать можно только в нашу глину, потому что формула работает только с нашим ДАС. Вот этот вот медиум таким образом выглядит. Неравномерно в разных частях вмешивается или в белую, или в таракотовую глину. И дальше мы получаем эффект натуральных камней. У нас в ассортименте шесть оттенков, которые при сочетании между собой дают эффекты мрамора, малахита, яшма. Дальше тут уже все ограничено вашей фантазией. Можно делать абсолютно любые поделки, которые будут также ствердевать, они становятся перманентными. Конечно, это все-таки не полимерная пластика в классическом виде, но тем не менее это получаются уникальные изделия, которые можно делать, которые актуальны детям, более взрослым детям, как в детском саду, так и в школах, так и для совместного творчества, досуга и уже каких-то серьезных поделочных работ, потому что во всем мире это идет большая тенденция сейчас, огромных поделок, которые даже идут на продажу именно из нашей глины. У нас очень большое количество видеоматериалов, которые размещены, так как мы все-таки глобальная компания, видеоматериалы именно по глине сейчас, они размещены на канале YouTube, можно посмотреть, со всего мира сейчас идет огромное движение, которое репет из нашего ДАСа, делится своим мастерством, своими идеями, дальше раздается, на самом деле я думаю, что вы присоединитесь к нашему движению по ДАСу, и продукт очень понравится. Сейчас по вопросу очень приятно читать, что вкус по работе с данным материалом, материал на самом деле, как я очень часто говорю, на самом деле очень вкусный, то есть он вкусный, он простой, с ним очень удобно работать, а самое главное получается гарантированный эффект, потому что здесь никаких сложностей нет, все, это выглядит на ролике просто, и это на самом деле все очень просто, мелкие части друг к другу очень легко соединяются, никаких специальных выбирать температуры для запекания не нужно, все, вот все максимально просто для того, чтобы ребенок взял, открыл и погрузился в творчество. Где можно приобрести, да, тут как раз уже наши коллеги вам отвечают, что приобрести на самом деле можно абсолютно в любых детских магазинах, потому что я сказала, что это наш хит, это то, что продается практически везде, сейчас из крупных это детский мир, это любые интернет-магазины, как детские, как книжные сети, то есть в принципе сейчас проблемы с приобретением глины ДАС на самом деле нет никаких. Я знаю, что здесь очень много из наших партнеров тоже следят за обучающими нашими вебинарами, я думаю, что если есть, они в рамках вопросов тоже могут написать как-то в своем регионе. Если есть вопросы конкретно по региону, вы в любом случае можете связаться с нами, и мы, конечно же, просто скажем к кому, где, какие магазины занимаются продажами нашей продукции конкретно в вашем регионе, потому что сейчас идет полностью покрытие России, Казахстана, Белоруссии. Если еще есть какие-то вопросы, пока не вижу. На самом деле сейчас я передам слово Валерии, которая расскажет более вкусно, что в итоге с этой замечательной глиной можно делать. Сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что вы посмотрели весь цикл наших вебинаров. Продукции у нас еще очень много, планы на следующий год у нас не менее грандиозные, поэтому сейчас просто наслаждайтесь творчеством и до встречи в новом году. Здравствуйте! Сегодня у нас отличная тема, моя любимая, связанная с лепкой. Я принесла гимеры разнообразные, чтобы показать вам, что можно из этой глины лепить и немножко вам расскажу об особенностях лепки из этой глины. Глина очень хорошая, мне очень нравится. У нас здесь, правда, открытый только DAS и DMX, но мы не будем сегодня, я просто объясню вам на этом кусочке, нет, мне не нужно, на этом кусочке немножко разберем вопрос того, как лепится, как соединяется и что, собственно, из этого можно делать. Мы решили сильно процесс лепки, конечно, не показывать, я думаю, вы уже видео посмотрели все, да, на канале Фила. Если есть по видео, кстати, какие-то вопросы у вас там, потому что некоторые идут без перевода, вы можете сейчас их как раз мне задать. Масса сама терракотовая и белая и для разных работ, конечно, то одну, то другую мы будем использовать, а иногда в смеси, да, то есть это тоже допустимо. Значит, как с ней работать, как удобно с ней работать? Нам нужна какая-нибудь поверхность не впитывающая, да, скалочки и стеки тоже желательно использовать пластиковые не впитывающие, так их будет легче очистить. Масса высыхает на воздухе, поэтому долго держать ее открытой нельзя. Мы во время работы можем либо закрывать сразу остатки в пакетик, да, либо вот, с идеей микс, она в коробочках вам, я думаю, уже показали, вот, либо в пакетик, либо, если вам нужен небольшой кусочек, которым вы постоянно будете в процессе репки пользоваться, вы можете обернуть его кусочком влажной ткани на время работы, да, и он не будет сохнуть таким образом. Немножко, конечно, у нас пачкаются руки от всех видов, да, глины даст, но ничего страшного нет в этом, тот, кто с глиной работает, тот привык, да, к тому, что все-таки какой-то творческий беспорядок, да, на руках какой-то, вот, когда мы лепим из сухой глины, ну, руки пачкаются не так сильно, но в момент, когда мы мочим руки водой, конечно, она начинает краситься сильнее, просто это имейте ввиду, да, можно положить тоже чистую тряпочку рядом, руки вытирать влажную, обязательно, конечно, надо иметь доступ к воде, чтобы руки помыть, помыть инструменты, в этом ничего страшного нет, кстати, для тех, кто не может себе позволить работать с натуральной глиной, да, по причине отсутствия оборудования, или потому что для кожи рук ваши это может не подходить занятие, то глину да, срекомендую, потому что она абсолютно не сушит кожу, для меня это, например, очень важно, особенно вот в зимний период, мне очень сложно работать с какими-то глинями, потому что просто ужасно высыхает кожа, вот, а здесь это не происходит, поэтому я с удовольствием леплю, делаю разнообразные поделки, дети и взрослые тоже с удовольствием с этой глиной работаю, когда глина высыхает, вот белый цвет, он изначально слегка сероват в сыром виде, тогда высыхает, становится абсолютно хорошо, да, у меня ничего не происходит в руках, я сейчас буду показывать, да, повыше, хорошо, спасибо, что сказали, значит, после высыхания глина становится белого цвета, она становится прям белый-белый, белоснежная, очень красиво, так, а терракотовый цвет после высыхания светлеет, да, то есть оно у нас становится вот таким вот светленьким, видите, как меняется цвет, немножко криво сушила ее, вот, это тоже, чтобы вы имели ввиду, когда открываете пачку и увидите, да, запись будет потом на канале, на ютубе, на канале Филы, да, у нашего, для Александра можно попросить прислать вам ссылку, значит, поработали, подсушили, сколько сохнет, сохнет оно около суток, иногда более толстые работы сохнут дольше, чрезмерно большую толщину я вам не рекомендую брать, да, что-то лепить такое целиковое, потому что, ну, просто это будет сохнуть бесконечно долго, и может, могут появиться трещины, которые просто испортят вам всю работу, так как верхний слой высохнет уже, да, а внутри, значит, оно останется сырым, что мы делать можем, мы можем делать разнообразные плоские фигуры, я вам в прошлый раз показывала вот плоские такие штучки, на которых мы фломастеры пробовали, и просто вырезая разнообразными формочками, что угодно, да, и очень удобно они тем, что они потом хорошо на клей, пывая, или на какой-то контактный клей, могут быть приклеены на разные поверхности, то есть, ими можно в дальнейшем пользоваться для декорирования каких-то других изделий, да, это могут быть вот, такая вот у меня дурацкая сова, смешная, могут быть елочные игрушки, или просто подвески какие-то, сейчас подскажу, да, подвески какие-то на другие праздники, или, да, для декорирования интерьера, тоже, вот с этой стороны она у меня покрыта акриловой краской, лаком, сами вот эти коричневые части, которые вы видите, они не крашеные, они просто покрыты лаком, глянцевым таким, поэтому сравните цвет, как вы сейчас елочек покажите, у меня тут курица есть, корольная, она с одной стороны не покрыта, с другой стороны покрыта, вот вам разница в цвете, то есть, вы получаете идеальную, конечно, имитацию, такой, да, глины, так сказать, глиняных изделий, вот, получается очень красиво, да, то есть, можно посуду разнообразную, с детьми, игровую лепить, какие-то предметы, которые обычно лепятся из глины, и отличить, в принципе, это абсолютно невозможно, значит, еще, тут еще у меня текстура, очень хорошо текстурируется, то есть, отпечатываются разнообразные текстуры, и сохраняется рисунок совершенно замечательно, значит, толщина, оптимальная толщина, я думаю, ну, конечно, лучше где-то на полсантиметра, да, остановиться, потому что толще уже не очень, хотя, если вам нужен просто какой-то пласт, да, ближе к сантиметру, толщиной, то, в принципе, вот у меня следующий брошюр скоро у нас будет рассылка, и делала вот такую вот кастрюлечку интересную, вот у нее ручки, да, достаточно толстые, вы видите, прекрасно все просохло, все отлично крепится, самое главное, после высыхания оно достаточно легкое получается, значит, до лука сейчас дойдем, сейчас про краситель немножко поговорим сначала, чем красить, что делать, красить можно почти вообще всем, чем только можно, начиная от карандашей, вот лимон делала, у вас бледновато, наверное, на экране, ну, такой светло-лимонного цвета, карандашиками покрашены, значит, здесь сделала образец, это масляные пастели покрашены, отлично ложится, практически все, то есть, вот у нас тоже из книжки нашей будет котик, это обычными фломастерами, да, тоже, то, что турбл у нас идет, вот, эти фломастерами покрашено, единственное, что, обратите внимание на цвет, да, обычные фломастеры, они, немножечко, будут бледнее, да, чем на бумаге выглядеть на фигурках из глины даст, то есть, вот эту разницу сразу учтите, значит, фломастеры, которые в прошлый раз мы рассматривали, да, для декорирования, они более яркие, да, то есть, у них цвет не уходит, они будут оставаться яркими, такими, насыщенными, вот мы с вами в прошлый раз рассматривали на темной тарелочке, да, то есть, отлично оно держится, и причем покрытие вот этими фломастерами позволяет вам в дальнейшем работу лаком покрыть, и они не будут растекаться под лаком, да, то есть, вы в этот момент ничего не используете. Интересно, что еще? Я воспользовалась акварелью, что-то вот это запеченное, да, он сухой, акварелью, она при густом разведении ложится, смотрите, очень глухо, да, цвет, то есть, непрозрачно, да, про лак я сказала, сейчас я напишу, непрозрачно, ярко и насыщенно. Значит, попробовала я даже холодной эмалью воспользоваться, и вот такой вот, тоже потом лаком покрывала, вот такой вот эффект красивый получился. Значит, относительно лаков, да, я, к сожалению, Александре сегодня нет, она не успела мне эту банку поставить, лак идет на имя рядовой. Акриловые лаки тут вполне допустимы, потому что поверхность впитывающая и акриловый лак будет впитываться, будет держаться хорошо, то есть, он просохнет и, вот, также и другие лаки вы можете использовать, ну, понятно, что для работы с детьми вы, конечно, будете использовать лаки, те, которые допустимы, да, в этой работе. есть лак и даст, пока у нас вот здесь просто нету, да, вот, не представлено, но тоже специальный лак. Вы можете попробовать что-то попроще, что-то подороже, вы можете попробовать даже какие-то крокелюрные, крокелюрные какие-то техники, да, лаки использовать на этих поверхностях, то есть, в принципе, да, работать можно по-разному, можно создавать какие-то фигурки, там, игрушки, да, что-то такое уже законченное, а можно делать какие-то заготовки в виде плиток или, у нас есть лак-пример с этим, и дальше уже их использовать в декоре чего-то, да, в декоре интерьера, поверхности, или. Значит, лак по акварели не растворит ли акварель? Думаю, что в какой-то степени, конечно, растворит, но как выход вы можете, спреем лаком, да, например, забыльзгать, для того, чтобы закрепить, да, вот, временный результат, здесь у меня не было задачи покрывать это лаком, не всегда нам это нужно, потому что у нас, правда, все очень любят вот этот глянец и блеск, но в работе с детьми, все-таки, например, да, я все про работу с детьми говорю, особой необходимости такой нет, острой, да, в том, чтобы все-все-все покрывать лаком, вот, если есть, то можете тихонечко отдельно детей побрызгать, дать просохнуть, и дальше уже кисточкой покрыть нормальным, да, как бы лаком, более стойким. Вот с ребятами мы делали такие, у нас была в Мастерславле тема, лимоны, и они налепили такой красоты, долечки делали, делали такие вот полноинтересные, вот смотрите, как здорово, те, кто помладше, сделали вот такую вот красоту, с лимончиком на тарелочке. При метке, что надо помнить, нам не надо склеивать детали клеем, нам нужно детали, да, примазывать, как мы работаем с обычной глиной, но, здесь вот есть одна тонкость такая, которая поможет вам в работе, когда вот мы здесь соединяли, немножко лимончик, соединяли с поверхностью тарелочек, чтобы он держался стыком. Поверхности соединяемые надо увлажнить и не пытаться их соединить сразу. То есть, если вы только намочили и сразу начнете соединять их, они в этот момент становятся достаточно скользкими, и это будет не очень удобно, то есть у вас будет размазываться. Поэтому намочили немножко, лучше всего опять, да, поливилизатором каким-то пользоваться, не макать в воду, чтобы не было лишней воды, и буквально немножечко, да, буквально там минуточку-две подождать, когда вода слегка впитается. И дальше тогда вам все будет очень легко соединить, да, и проблем никаких не возникнет. Вот, я говорю, если уже потом надо что-то соединить, тогда воспользуйтесь клеем, но это уже после, да, после высыхания. Вот. Так. Посмотрю, у нас все вопросы с этой стороны, да, в вопросах отдельно сегодня ничего нет. Так. Значит, сейчас котику уберу. Прокрасители я сказала, красим всем чем угодно, вплоть до художественных масляных красок, да, только единственное, с ними можно, ну, нужно будет подождать подольше, пока они просохнут. Но эта роспись уже такая, более серьезная. Значит, как сушить? Потому что тут тоже вопрос не очень простой, да, положили, посушили. Я не советую вам класть на обогреватель. Потому что когда, ну, это, да, либо в холодильник, да, Антоник подсказывает мне, что хорошо при низких температурах, слушай, тогда не меньшая деформация получается. Потому что я тут тоже попробовала, прямо, вот как раз уже отопление включили, можно экспериментировать. Я положила тонкую достаточно, ну, чем тоньше, тем больше ее будет вести. Положила прямо вот около батареи. Конечно, ее немножко так вот уходит с ума и скрутила. Вот. Как бы, когда хочется все-таки работу посерьезнее получить, да, хочется более ровного результата, поэтому лучше подождать немного подольше. Здравствуйте, Любовь Ивановна, да, тоже рада вам. Немножко выждать, но получить наименьший результат, потому что при комнатной температуре подальше от батареи, оно получается более ровным, да. Обратите на это внимание. Вот, в принципе, полщина для фигурок. Не знаю, сколько здесь. Наверное, около 3-4 мм. Прекрасно все сушится и не деформируется. Дальше. По поводу дальнейшей обработки вообще, да, помимо красок разнообразных, что вы можете делать? Если есть необходимость добиться... Светлана Владимировна, я вот только что рассказала про соединение отдельных деталей. Сейчас еще раз тогда расскажу. Значит, если нужна гладкая поверхность, да, которая потом под более тонкую роспись пойдет, да, или там просто необходима более качественная поверхность, то вы можете воспользоваться наждачкой обычной, шлифуются. изделие из глины, да, замечательно совершенно, очень хорошо. Поэтому нужно их выровнять, сделать прям гладенькими, красивенькими и выставляться уже где-нибудь в серьезных совершенно местах. Значит, еще раз, про соединение деталей. Спасибо большое, Дарья Алексеевна. Значит, про соединение. Ручку, да, вот я присоединяю ручку, как я ее присоединяю. Раскатала я колбаску отдельно. Конечно, у меня уже, да, вот баночка моя обернута глиной. Немножечко я увлажняю поверхность заготовки, с самого начала баночки, да, даю воде слегка впитаться, прям вот так, чтобы не было вот этого блеска сверху, да, не было слоя воды. Сгибаю ручку и стеком примазываю. Собственно, пальцем нужно примазать. На самом деле, вот делая котикой этого, я не воспользовалась инструментами, я полностью пригладила все руками. То есть, примазывала, вот сидела, потом могу чуть-чуть намочить палец и выгладить уже поверхность, да, если мне нужно. все, то есть, обычная такая вот работа, как с настоящей глиной. Что нам дает еще возможности, какие-то материалы. Очень хорошая возможность, если что-то испортилось, или вдруг все-таки треснуло в работе, восстановить. Это очень удобно, да, то есть, мы можем отломанную деталь, ну, либо просто приклеить, либо мы можем поставить, ну, просверлить аккуратненько, там, какой-то штифт поставить, и соединить, опять-таки, на клей, сверху тонким слоем замазать материалы, да, разведенного. Немножко водой, прямо промазать все, хорошенько просушить, и опять можно немножко зашлифовать, чтобы швов не было видно, но это уже для взрослых, да, такой вариант работы, когда что-то серьезное. Для детей, например, я думаю, нет смысла никакого здесь там что-то так прям совсем выглаживать, выворачивать. Объемные фигурки вот такие вот, да, удобнее сушить лежа, то есть, можно под нее, под фигурку подложить что-то, например, из фольги, там, из каких-то там, не впитывающих, поверхностей, чтобы не прилипало ничего по форме, да, то есть, тут можно, например, карандашик проложить между лапками, чтобы лапки не опускались во время сушки. Вот, ну, где-то около двух суток сохло вот эта фигурка, и перед росписью обязательно дождитесь всегда, когда фигурка просохнет, иначе, например, вот обычные фломастеры, да, которые не стойкие, не перманентные, они просто будут расплываться у вас, а так они лягут аккуратненько, и все будет красиво. И вот насчет DAS и DMX еще пару слов как раз успею рассказать, ну, я так поняла, что вы ролик уже там посмотрели, да, хотела немножко покомментировать, но не буду второй раз включать, чтобы вы уже хотите, сами посмотрите. Интересные очень эффекты под мрамор, да, под мрамор, под камень, наверное, не знаю, получаются разного цвета, с разными этими примесями, можно пользоваться как одним цветом, так и несколькими сразу в одной работе, значит, вот здесь вот мы как раз делали уже, да, у нас здесь педагогов уже успела попробовать этот материал, тут я добавила белый цвет, синий, и вот который зеленоватый такой, да, оттеночек, двухслойную стучку такую сделала, из одного слоя сначала вырезала товарчики маленькие, соединила, да, и потом вот вставила их на воду соединила, на самом деле не, не вклеила потом на клей, вот такая вот штучка, ну, просто надо было, конечно, показать какой-то пример, как это выглядит на самой глине, да, насколько, что вообще получается, потому что новый продукт, и интересно было всем пощупать и понять, как с ним работать. Вот в видео там как раз есть варианты, как добиться, да, как добиться вот этих эффектов, то есть раскладываем, раскатываем по-разному глину, все равно этот эффект получается. Что делать дальше? Вот вы из блины из этой полипели, вам все понравилось, да, остался кусок. Вот поначалу даже советую вам использовать все-таки вот первый раз хотя бы использовать один только дополнительный цвет, дополнительный цвет пигмента, потому что пока вы потренируетесь разочек, и вот мы, например, тоже, смотрите, какой с листиком делали, да, вот каменный такой, тоже можно покрывать лаком, здесь у меня как раз акриловым лаком, но такой не глянцевый, украшения разнообразные, подвесочки, что-то такое интересное, попробовали, что-то какое-то изделие сделала, понятно, что все равно обрезочки остались, и постепенно, конечно, эффект этот пропадает, да, потому что мы же мешаем глину, ничего страшного, мы можем ее вымесить в однородный цвет, вот эта у нас курица как раз бывает с голубого, с белым намешана, то есть и дальше использовать просто как глину другого цвета, да, очень интересно получается, здесь уже был голубой, еще немножко синего, я к нему добавила, вот такой вот красивый эффект получается, интересно, потому что мне вот очень понравились изделия на видео, которые мы посмотрели, там, крупные что-то такое, да, поднос, оформление, вас мне очень понравилось, поэтому формочки квадратики иногда можно использовать, раздать там на группу ребятам и все сделают какое-то количество, да, вот этих квадратиков, а дальше вы уже вместе оформляете этим, либо горшочки цветочные, да, либо подносик какой-то, я не знаю, может быть, вы там доску в классе там раму сделаете из этого, то есть применение очень широкое, очень интересное, единственное, конечно, мы помним, что самозаскивающие глины все, конечно, у нас воды боятся, и мы их не держим в воде, ну, покрытые лаком они у нас защищены, то есть мы их можем спокойно протирать даже влажной тканью, да, но замачивать все равно это не стоит, потому что и лак не выдержит, да, акриловое выхождение в воде, ну, и сама глина, конечно, постепенно начнет растворяться. Так, вот это уже вопрос обратный, насколько безопасна такая глина для детей, да, при том, что мы думаем, что это вся продукция сертифицирована, да, мы постоянно это повторяем, что она рассчитана на детское творчество, и тут, да, у нас дают производитель все-таки гарантию, и она же и здесь тоже сертифицирована, вот, поэтому все, да, все сертификаты есть, вот, да, поэтому я думаю, что это очень важный такой момент, вот, с ребятами полепили, удовольствие получили, мы очень большую, хорошо очень дети оценили эту глину, я просто сама, я говорю, каждый раз на себе все проверяю, так как у меня реагирует кожа на все, я сама аллергик ужасный, я все-все проверяю на себе и реакцию проверяю своего организма на любую продукцию, на самом деле, и вот сколько сейчас мне удалось поработать с этим материалом, никаких проблем я не увидела, поэтому от себя тоже даю, да, как бы, такую вот рекомендацию, что пробуйте, и вот со взрослыми мы полепили, попробовали, у каждого спросили, как вам по рукам, да, как ваши ощущения, ничего у вас там не распалилось, не, не, все было хорошо, поэтому вот надеюсь, что вы тоже попробуете, и все всех устроит, и никаких проблем ни у кого не возникнет, но сами тоже всегда помните о том, что индивидуально, да, у каждого человека реакция на организм, у каждого своя, поэтому предугадать, на что у кого-то может возникнуть аллергия очень сложно, очень, поэтому тоже обращайте сами на это внимание, если что-то вы увидели, то просто изолируйте, да, ребенка от материала и материал от ребенка, потому что все бывает на свете, что будьте внимательны, так что завершаем тогда серию наших вебинаров, что были с нами, я очень рада, что часть наших коллег, которые на форуме с нами всегда, да, которые новые присоединили, что вы нас смотрите, спасибо вам большое, надеюсь, было полезно, надеюсь, все-таки за это время для вас открыли, да, что-то новое, что-то такое интересное, что вы сможете и в работе использовать, да, и для тех, кто занимается продажей материалом, чтобы вы лучше узнали и поняли, да, все особенности материалов этих, которые мы вам представляли, не могу я поздравлять всех с Новым годом, мне еще очень рано, конечно, с наступающим, но желаю вам с Днем Матери, с прошедшим Днем Сына, давайте так пока на этом остановимся, потому что до Нового года еще творить и творить, поэтому скоро рассылка нашей новой брошюры на тему народного творчества, очень мы тут старались, все это делали, поэтому надеюсь, тоже оцените, и вам понравится, используйте все в работе, просто будьте здоровы и счастливы.